21 августа, день памяти святителя Мирона, епископа Критского. Святой Мирон происходил из землевладельцев. Он славился во всей округе как добрый и сосрадающий христианин. Мирон жертвовал большую часть дохода на помощь неимущим. Чем больше он раздавал, тем богаче становились его житницы. Однажды со святителем произошел следующий случай. Некоторые воры решили обокрасть Мирона, пробравшись к нему в гумно. В это время туда зашел святитель и молча помог погрузить им тяжелые мешки с зерном на плечи. Мужчины устыдили своих дел и в будущем оставили греховную жизнь. За свое великодушие и честность Мирон был выбран пресвитером города Равкия, а позже его рукоположили во епископа Крита. Паста очень уважала святого, а он мудро управлял ею. Господь даровал святителю Мирону дар чудотворений. Однажды случилось наводнение на реке Тритон. С помощью Божьей святитель остановил течение вод и перешел через нее, как по суше. После он отдал свой жест некоему человеку и отправил его к реке, чтобы тот возобновил течение. Святой прожил до ста лет и отошел ко Господу около 350 года. Жизнь святителя Мирона – это прекрасный пример великодушия. В наш век жесткого дефицита любви сильно не хватает именно такого качества. Что такое великодушие? Это милостивые отношения к ближним с терпением и выдержкой, то есть с любовью. Преподобный Максим Исповедник говорил, Дело любви составляют усердные благодетельства ближнему, великодушие и терпение. Великодушие – это люди, в души которых помещается безграничная любовь и сострадание ко всем людям, ко всему живому, нещерпаемая доброта, сам Бог. Это добрейшие люди, способные пожертвовать своими интересами ради интересов ближних. Им чужды вражда, ненависть, зависть. Они сосрадают и сопереживают всем живущим. Великодушие нужно взращивать. Но каким образом? Всегда помнить, что наш Бог – Бог любви. Он великодушен каждому человеку. И, конечно, необходимо побуждать себя к делам милосердия. Молитвами святителя Мирона. Да поможет нам Господь стать великодушными и милосердными. Субтитры создавал DimaTorzok